Первый матч на мировом первенстве наша команда проведет со сборной Южной Кореи. Именно эта встреча может стать ключевой в борьбе за попадание в 1-8 финала чемпионата мира. Азиатская сборная, по мнению экспертов и букмекеров, является главным конкурентом нашей команды в борьбе за второе место. Лидерство заранее отводят бельгийцам, а роль аутсайдера отведена национальной команде Алжира. Будет очень непросто, учитывая, что это первая игра, что корейцы наверняка будут играть ожесточенно, потому что это у них в крови, и будут играть на высоких скоростях. Все будет зависеть от того, еще раз говорю, на каком уровне подготовки мы подойдем к этой игре. Это очень непростая игра, для того, как мы начнем, во многом будет зависеть. Проигрывать точно нельзя. Возможности корейской сборной неплохо известны российским футболистам и тренерскому штабу. В ноябре прошлого года в Дубае команды провели товарищеский матч, который завершился победой дружины Фабио Капелло со счетом 2-1. Состав азиатских тигров, так называют команду на родине, небогат на звездные имена. Наиболее известным из числа приехавших в Бразилию является 21-летний атакующий вингер Сон Хэн Мин, сделавший себе имя в немецком Гамбурге, а с прошлого сезона успешно защищающий цвета леверкузинского байера. Не будет в Бразилии самого известного игрока в истории корейского футбола Пак Джи Суна. Экс-полузащитник Манчестер Юнайтед и ПСВ завершил выступление в национальной команде еще в 2011 году, а все надежды на возвращение в сборную разрушил недавним заявлением о прекращении игровой карьеры. Несмотря на это, корейская команда всегда показывает стабильный и очень дисциплинированный футбол. Не зря азиатская сборная выступит уже на восьмом подряд мировом первенстве. Лучшим достижением по-прежнему является выход в полуфинал домашнего первенства 2002 года, когда командой руководил хорошо известный российским болельщиком голландский тренер Гус Хиддинг. Капитаном и лидером той команды был нынешний тренер корейцев Хон Мюн Бо, который работал ассистентом голландского специалиста в махачкалинском Анжи и успел отлично познакомиться с возможностями российских игроков. Дисциплина команда. Тренер, который сейчас у них работает, он такой диктаторский, у него стиль. И подчинено все его слову, там беспрекословно выполняются все мыслимые и немыслимые указания. Корейцы традиционно дисциплинированы, традиционно физически готовы. Плюс ко всему у них порядка восьми человек играют в европейских, хороших очень клубах. Так что нам будет не очень просто. Команда, которая поставит нам определенные жесткие условия дефицита времени и пространства. Насколько мы будем готовы, будет и зависеть результат. Кроме того, Хидинг станет советником национальной корейской команды и на этом чемпионате мира в Бразилии. И можно быть уверенными, выдаст немало секретов российских футболистов. Кирилл Кланкин, Дмитрий Гусев, Live News.